И всем привет, ребят, с вами Мистер Майк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен анонсу наших долгожданных новых ивентов. Ну и первая новость у нас о том, что уже завтра стартует День НЛО и стартует большое количество интересных вещей в нашей игре. Поговорим сегодня об этом, пройдемся быстренько, ну и затронем также список обновлений. В этот раз он супер маленький, но там есть тоже что обсудить. По Дню НЛО стартует он уже с завтрашнего дня с рестарта и будет на протяжении, получается, недели и еще трех ивентовых дней. Вместе с этим у нас появляются уже с завтрашнего дня скидки в магазине 30%, в субботу 30% скидки на весь гараж и в воскресенье скидка 30% на запуск улучшений и 50% на их ускорение. То есть если вы вдруг накопили кристаллов и вдруг резко хотите что-то интересное приобрести, у вас уже завтра на этот счет будет возможность быстренько оформить покупочку в магазине, ну либо же в субботу-воскресенье прокачать свой гараж и за МПК-шица. Также у нас будут повышенные фонды, все так же ничего не меняется у нас с пятницы, суббота, воскресенье, этих выходных и следующих выходных через неделю. И, конечно же, куда же день НЛО без метеоритных золотых ящиков? Специальный режим демки на шоссе на хопера-страйкерах. Именно в этом режиме будут падать голды-метеориты. Если бы, конечно, там еще голды-метеориты имели бы какой-то еще дополнительный интересный дроп, помимо контейнеров и обычных золотых ящиков, я думаю, что это было бы намного-намного интереснее. Но пока мы имеем обычный метеоритный режим, который, как по мне, на сегодняшний день не является суперактуальным. Ну и второй ивент через неделю, с 8 июля по 11 июля рестарта. ДМка на безумке на хопера-рикошетах. Если я не ошибаюсь, такая ДМка уже была в нашей игре. И, ну, я бы, наверное, не сказал, что она была супер-жесткая. Но все равно метеориты у нас там будут. Праздничные миссии. В этот раз у нас их довольно большое количество. И у нас будет целых 2 пачки праздничных супер-миссий. Первая пачка включает в себя, как всегда, с премкой и боевым пропуском 18 ультра-контейнеров. Ну и здесь у нас произошло небольшое изменение. Теперь есть возможность еще и получить обычные конты. То есть здесь увеличили количество ультра-контов в миссиях, которые за премочку и за боевые пропуска. И в целом... А, нет, 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 нет. Это у нас, получается, 2 миссии сюда. А, нет, все правильно, все правильно, все правильно, да. 18-ку можно будет заформить с первой недели. Плюс обычных контов еще 6-очку. И через недельку 6 ультра-контов и 6-12. Всего лишь 12. Здесь уже не будет 2-х супер-эмиссий по 6 ультра-контов. Но, в принципе, все равно это много. Когда на таком ивенте у нас есть возможность 18-ку здесь заформить. И еще сверху 12, да. То есть это 30 ультра-контов в сумме. Я считаю, что это очень-очень неплохо. И еще обычных сверху 6. 6 еще обычных контов. Даже 7, да, вроде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да. И 7 еще обычных сверху. В принципе, неплохо. По спецпакам. Как всегда у нас спецпачок за 5000 танкоинов. 500-ку получаем сразу и 150 каждый день. Очень выгодный спецпак. И я продолжаю говорить, что если вы вдруг донатите и донатите немного в игру. Самая выгодная вещь в нашей игре это ежедневные танкоины. Поэтому если есть интерес в танкоинах и вы думаете там, как их покупать и что лучше брать. Лучше всего брать этот спецпак. Ну и конечно же по тегу Тимпа. Ребяточки, оформляем уже совсем скоро. Итоги данного замечательного розыгрыша. И я думаю, что итоги они будут у нас в конце этих выходных. Именно 3-го числа. В связи с тем, что у нас получилось так, что 1-го число падает на пятницу. Я думаю, что мы продлим данный розыгрыш до 3-го числа. Чтобы все ребята могли еще успеть поучаствовать в этом розыгрыше. И 3-го числа мы уже сделаем итоги по розыгрышу по тегу. Так, ну и по спецпакам за 20 тысяч танкоинов у нас 300 ультракантов. Есть такой пак. Есть пак 200 ультракантов. И есть пак 100 ультракантов. Интересно, сколько будет стоить каждый из них. Ну, я так понимаю, 300 это 20 тысяч. 200 это сколько может стоить? Двенашку. Тринашку. Ну, не знаю. Посмотрим, короче, будет сколько это все дело стоит. И есть спецпак с рикошетом эффектом выстрела. И за что он будет продаваться? Если за танкоины будет продаваться эффект выстрела, то я считаю, что это супер бред. Ну, ладно. В ультракантов у нас появляется новое устройство саламандра для грома. О нем поговорим чуть попозже. Также есть здесь магнитная смесь для огнемета. Гелиус для рикошета. Паладин HD. Скин HT HD. Скины ультра на страйкер и харьочек. Ну, и в целом на этом все. В принципе, неплохой ивент. Можно сказать, что, ну, наверное, дефолтный. Да, за исключением супермиссий, в которых можно будет заформить целых 30 ультракантов за полторы недели. Если так округлить. Я считаю, что это очень и очень неплохо. Ну, и по списку обновлений, как я уже сказал, появляется новое устройство на гром снаряды саламандра. Это устройство, которое дает с критического выстрела поджог. Сам критический урон будет все так же считаться только для танка, который попал в снаряд. То есть, если вы по двум танкам даете урон сплэшом, то все равно только по первому танку по такому урону вы попадаете. Если проходит крит, то он поджигается. Второй танк поджигаться не будет. Пушка гром получила HD. В принципе, об этом я на втором канале видос тоже записал. Если вдруг на второй канал не подписаны, ребяточки в описании. Ссылочка на второй канал. Переходим. Обязательно тоже подписываемся. Там интересный контент у нас также выходит. И выйдет после этого видоса сегодня, наверное, где-то около 8 часов вечера, если вы смотрите в премьере этот видос, выйдет видеоролик, посвященный нашему замечательному челленджу, где я скажу свое мнение по поводу нового челленджа, который появится уже с завтрашнего дня в нашей игре. Так, ну и что у нас еще здесь? Чат и вопрос-ответ. Киберспорт удалены из списка чатов всех сообществ. Ну ладно, окей. Обновлены превью некоторых карт для пробитв. И обновлены цены в магазине для некоторых регионов. Не поменяли тот самый замечательный звук. А это значит, что в скором будущем видеоролик, связанный со звуком, обязательно выйдет на нашем замечательном канале. Потому что для меня это супер больная тема, с которой я полностью не согласен. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по поводу НЛО. Пишите, насколько вы считаете крутым этот замечательный ивент. Возможно, есть какие-то моменты, которые я пропустил, либо сказал неверно. Напишите, исправьте меня. Ну и напишите. Стоит тестировать данный замечательный громчик. Уже завтра можно с утра бэмсонуть красиво, посмотреть, насколько он жесткий. Либо же в этом особо большого смысла нет. Поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Также не забывайте про замечательный, даже сейчас быстренько переключусь, замечательный тег-создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике. Мой личный тег это Tech Team P. Устанавливайте его, поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше, итоги которого уже будут 3-го числа с продлением. Поэтому, ребяточки, обязательно принимаем участие. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Продолжение следует...